Redmi 6 Pro это родной брат смартфона Xiaomi Mi A2 Lite, но на кастомной оболочке MIUI с чипом Snapdragon 625 и 12 плюс 5 мегапиксельной камерой. Причем данный смартфон дешевле чем Mi A2 Lite. Давайте-ка оценим его дизайн, звук, камеру и главное разберемся, можно ли им комфортно пользоваться на его оболочке и достойно ли это устройство наших кровных. И чему отдать предпочтение Mi A2 Lite или все же данному смарту? Разница будет только в оболочках. Поехали разберемся. Для начала цены на эти два смартфона. Если покупать в Украине или России, ссылка будет в описании, то при помощи пары нехитрых движений можно сэкономить. Недавно собирал таким образом комп и действительно деньжат потратил ощутимо меньше. Вбиваю в сервисе e-каталог Redmi 6 Pro и все готово. Я вижу где лучшие цены в гривнах. В России конечно покажет в рублях. Также Mi A2 Lite. Их даже можно сравнить прямо тут. Это удобно, черт возьми. А также еще дешевле можно купить на Алиэкспресс. Но нужно будет подождать чуток. Я покупал в Китае и все пришло отлично. В Китае кстати даже дешевле Redmi 6 Pro. А у нас Mi A2 Lite. Прикол. В общем все ссылки внизу. Теперь смотрим Redmi 6 Pro. В руке смартфон сидит просто отлично. Благодаря своим габаритам и скруглениям корпуса и небольшой ширине. Размер эквивалент 5 дюймовых смартфонов образца 2017 года. Оснащен 5,84 дюймовым вытянутым дисплеем с разрешением Full HD+. И соотношением сторон 19 к 9. Конечно и тут есть челка. В этом году это тренд. В ней размещены датчик освещенности, приближение, разговорный динамик, камера. Диод уведомлений тоже есть. Одноцветный и он в нижнем левом углу. Выглядит прикольно. Спереди все красиво и можно сказать минималистично. Но сразу хочу подчеркнуть одну классную без преувеличения особенность. В настройках MIUI можно отключить челку, вернее скрыть ее. И такое впечатление, что так и должно было быть. И вас ничего не отвлекает и видно нужные уведомления. В общем классное решение как по мне. Сзади мы видим, что уже неоднократно встречали в смартфонах Xiaomi. Все та же выступающая камера в стиле iPhone X. И сзади все смартфоны из серии Redmi похожи. Спинка металлическая. Сверху и снизу вставки из пластика. Сканер отпечатка на удобном для пальца месте. Но сделан он почти вровень с корпусом. Потому его тяжело нащупать. Но это дело привычки. Работать кстати очень быстро, как и должно быть. Внизу две решетки под динамики микрофон и microUSB. Type-C в этот сегмент Xiaomi пока что не созрели ставить. А вот и зря. Зато сверху есть вход под наушники и инфракрасный датчик. Обратите внимание на цвет. Спереди черный, сзади золото. Это крутое сочетание. Мне больше нравится, например, чем бело-золотистый. Во-первых, не пачкается сзади, как черные варианты. Во-вторых, если даже хотите полностью черный, то чехол вам в помощь. Но именно это сочетание черный и золотистый я лично заценил. А в комплекте у нас зарядное устройство, которому нужен переходник. И продавец кладет его в посылку. Шнур microUSB, а также чехол, скрепка и инструкция. Одним из плюсов есть то, что кроме двух сим-карт можно вставить также карту памяти. Кому это нужно, конечно. У меня версия на 32 гигабайта. И в таком случае есть большая вероятность, что карта не будет лишней. Сам экран очень хорош. И верхний и нижний порог яркости очень неплохие. Цвета, то что нужно. Углы обзора тоже. В общем, никаких претензий. В пункте цвета и контрастность можно выставить любой баланс белого, что очень удобно. Ну наконец-то, Xiaomi. Сердцем смартфона выступает лидер среди бюджетных и среднебюджетных решений. Процессор Snapdragon 625. Мы с этим чипом уже очень хорошо знакомы по многим хорошим смартфонам. Его конек, энергоэффективность, техпроцесс 14 нанометров и небольшой нагрев. Конечно, в современные и самые тяжелые игры на нем не поиграть на максимальных настройках. Но что мешает поиграть на средних или средне-низких или низких на крайний случай. Нет игры, в которую на нем нельзя поиграть. Вопрос лишь, на каких настройках. Что касается автономности, смартфон оснащен батареей емкостью 4000 мА. Используя смартфон в течение дня, соцсети, видео, немного игр, он потребляет около 60% заряда. Это очень хороший показатель автономности. Вы можете быть уверены в том, что смартфон доживет до вечера. Если вы, конечно, не весь день будете снимать видео или играть в тяжелые 3D игры. Зарядка обычная на 5 вольт 2 ампера. И полная зарядка занимает около 2 часов. Что стандартно для такой батареи и зарядного устройства. В роли оболочки смартфона выступает кастомная прошивка. Ведь для этого смартфона глобальной версии прошивки просто не существует. Если вы захотите перепрошить данный смарт, то подумайте, а оно вам надо? А ну кыш, кыш отсюда! Ну разве что вы любитель заморочиться перепрошивать, словом гик. Что касается обычных пользователей, то вы должны осознавать, что берете смартфон не с официальной глобальной, а с кастомной прошивкой. Там где я покупал, продавец сразу предупредил, мол нет глобалки, но можем поставить Xiaomi и EU. Вернее могут мигать, если быть точнее. Ну тонкости перевода. В общем пришел смартфон с кастомом, продавец говорит, что можно обновлять, но у меня пока не появлялось желание, если честно. Ведь знающие люди на форумах пишут, что можно получить кирпич. И у меня не было никакого желания проверять. И вообще, зачем брать смартфон, чтобы тратить часы на то, чтобы разобраться в этом вопросе? Вот вы смотрите мой обзор, я вас предупреждаю и советую брать то, что не нужно ковырять. Это тоже не нужно, пусть этим занимается продавец. Опять таки, если вы любитель поковыряться в прошивке, попробуйте прошить, а мне и так хорошо. Смотрите на еще один плюс. Вы заметили, как я управляю жестами? И это очень удобно, а главное продумано. Правда на этом процессоре иногда микролаги при сворачивании окон случаются, даже чаще чем нет. Но большой погоды это не делает. Вообще, MIUI удобная и функциональная оболочка. Тут много настроек, правда засовывают бывает их далеко, но ничего. Разблокировка сканером лица тоже есть, но только если выставить регион Индия. Странно. Но какой смысл, если чтобы активировать данную функцию, нужно нажимать кнопку питания? С таким успехом сканер быстрее. Теперь пару слов о камере. Наша трубка не просто трубка, а еще и отчасти фотоаппарат. И вот почему. Все благодаря 12 плюс 5 мегапиксельной камере с размером пикселя 1.25 микрон. Теоретически такой сенсор будет получать больше света, чем его конкуренты в этой нише. Позволяя лучше фотографировать ночью, избегая шумов. Но это только теоретически, ведь тут линзы бюджетные и апертура f2.2. За столь небольшую сумму очень хорошей камеры быть не может. Но днем фотки вполне отличные, есть даже режим размытия заднего фона, что сделает ваши фото более художественными. А вот вечером тут уже все не так радостно. Тут они совершенно одинаковые с Mi A2 Lite. Мне знаком этот модуль по Mi A2 Lite и гляньте обзор, если интересно, подсказка вверху справа. Среднебюджетные и бюджетные смартфоны Xiaomi оснащают электронной стабилизацией при съемке видео. И наш герой не исключение. Видео, конечно, не самое детализированное, но зато без ощутимой тряски. Смотреть такое приятно. В общем, камера порадует, но не слишком требовательных пользователей. Пример записи видео на камеру Redmi 6 Pro в плохом освещении. Вернее, в не очень хорошем. И проверяем стабилизацию. Стабилизация у нас электронная. Так, пример записи на камеру Redmi 6 Pro. Вот, я не знаю, почему я прилип к этой картине, но так хочется. Звук. Вот с ним меня ждал сюрприз. Как я говорил ранее, у меня на обзоре был Mi A2 Lite. Полная копия данного девайса только на чистом Android. Там звук был гораздо тише. Тут же запас громкости просто отличнейший. Слышите, как кричит из наушников аж сюда? Вот это реально кайф. Раскачивает не только такие вкладыши, а и высокоомные наушники. Звук просто качает. Может от прошивки зависит, но это факт. А еще одной очень важной особенностью есть то, что вы на этой оболочке можете подобрать звук, что вам нравится из пресетов и поправить эквалайзером к тому же. Так что, как плеер, данный смартфон подойдет еще как. Внешний динамик, кстати, тоже громкий и чистый. Звуком я доволен. Ну что же, пора подвести итог. Вы знаете, приятно обозревать устройства, которые тебе нравятся. Вот это как раз тот случай. Смартфон недорогой, на каждый день. Можно сказать, без понтов, но и не дешевка какая-то. Все при нем. Неплохие камеры, стильный внешний вид и возможность скрыть челку. Отличный звук и автономность. И плюс ко всему функциональная оболочка MIUI. Единственное, что омрачает картину, это отсутствие глобальной прошивки. Я бы не советовал вам тратить кучу времени и нервов, чтобы перепрошивать. Экспериментировать, рискуя превратить его в кирпич. Если покупать, то уже с нормальной прошивкой. Требуйте у продавца ставить Xiaomi EU, например. Хотя они и так должны это делать. Или берите что-то на глобальной прошивке. Типа Redmi Note 5, Mi A2 Lite, Redmi Note 6, который уже вышел и скоро будет у меня на обзоре. Где можно найти лучшие цены на эти девайсы, также оставлю в описании. Так что всем удачного выбора, отличного настроения. И не забудьте подписаться на канал с колокольчиком. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Всем пока.